Обычный читатель может удивиться, откуда казахи в Китае. Дело в том, что регион Центральной Азии, называемый в общем Туркестаном, был разделен между Российской и Китайской империями в 19 веке. Соответствующий договор был подписан в 1860 году и закреплен протоколами 1864 года. С тех пор казахи, жившие в Восточном Туркестане, оказались подчинены Пекину. Поначалу это было лишь номинальное подчинение. Манчурская династия практически не контролировала внутренние дела казахов, хоть и наделила их вождей административными титулами. Однако после свержения Манчурской династии Сун-Яцином и установления гомендановского националистического режима в Восточном Туркестане были назначены китайские генерал-губернаторы, усилившие контроль над местным населением, состоявшим из национальных меньшинств. Кроме того, порой они действовали независимо от Центрального аппарата Китая, вступая в отношения с молодыми советскими властями, желавшими взять под свою власть весь регион Центральной Азии. Переселение к китайцам-мусульманам. Иммиграция казахов, подвергшихся давлению китайского генерал-губернатора, в Восточном Туркестане, не была осуществлена в Турцию внезапно и напрямую. Она проходила поэтапно в течение длительного 17-летнего периода с 1935 по 1952 год. Первый этап – это переселение казахов в провинцию Ганьцу, где правили дунгане, то есть китайские мусульмане. В 1935 году казахи, жившие в районах Хами и Баркуль, обратились за помощью к китайскому генералу-мусульманину Мабуфану, который являлся губернатором провинции Ганьцу и Шинкай, чтобы бороться против в сил генерал-губернатора Восточного Туркестана Шэн Шицае. Однако возможности получить помощь оттуда не было. Вследствие этого весной 1936 года группа казахов во главе с Илежаном Тейчи переселилась в Ганьцу. Этот переход дался им нелегко. По пути произошли столкновения с китайскими солдатами, посланными генерал-губернаторством. Конвой переселенцев прибыл в Ганьцу с потерями, но был хорошо принят местным населением. После этого, три месяца спустя, вторая группа казахов во главе с Заифом Тейчи переселилась из Барколя в Ганьцу. Миграция казахов из региона Барколь Восточного Туркестана и его окрестностей в Ганьцу вызвала большой ажиотаж среди казахов Алтайского края. Потому что их тоже угнетал китайский генерал-губернатор Восточного Туркестана Шэн Шицае. Фактически, это давление еще больше усилилось после переселения казахов Барколя в Ганьцу. Вслед за этим в ноябре 1937 года казахские лидеры в Алтайском крае Восточного Туркестана провели встречу. Такие лидеры, как Аимбет, Хусейн и Султан Шериф присутствовали на встрече, состоявшейся в доме Нур-Алибее. На этой встрече они также решили переехать в Ганьцу. Однако, зная об этом решении, генерал-губернатор Шэн Шицае направил против них войска при поддержке авиации. Несмотря на ожесточенные бои, казахам удалось уйти в Ганьцу. Состоялась долгожданная и радостная встреча алтайских казахов с соплеменниками, мигрировавшими до них. Так, в Ганьцу собрались казахи Баркольского, Кумульского и Алтайского регионов, пережившие притеснения и нападения со стороны китайского генерал-губернатора Восточного Туркестана Шэн Шицае. В конце 1937 года Элежан встретился с генерал-губернатором Ганьцу мусульманином Мабуфаном. У него также состоялась теплая встреча с лидером уйгуров и с Июсуфом Альбтыкином, который также собирался увидеться с упомянутым губернатором. Мабуфан принял их обоих в своем дворце и пообещал оказать материальную и моральную помощь. Таким образом, казахи стали проводить мирные дни в Ганьцу. Однако даже покровительство генерал-губернатора не уберегло казахских переселенцев от преследований гаминдановского правительства Чанкайши. Пекин, находившийся в состоянии войны с Японией и переживавший внутреннее потрясение, настаивал на возвращении казахов обратно на родину. Когда власти не смогли склонить генерала Мабуфана к нарушению обещания о покровительстве, то прибегли к давлению на казахов через местных чиновников. Так, у переселенцев под разными предлогами начали конфисковывать лошадей и оружие. Видя, что давление Пекина возрастает день от дня, одна из групп казахов собралась в доме своего лидера Илишана Тейджи, оценив ситуацию, решила эмигрировать за пределы Китая. Так начался второй этап миграции, миграция из Ганьцу в Индию. Переселение из Китая в Индию. Караван переселенцев двинулся в сторону Тибета весной 1939 года. Местные власти, притеснявшие казахов в Ганьцу, вознамерились предотвратить отток населения из Китая. Они отправили послов к Элиджану и убедили их вернуться, дав обещание предоставить казахам комфортную жизнь без давления в Ганьцу, как раньше. Нужно было лишь сдать оружие. Когда казахи, не желавшие вновь переносить тягости переселения, согласились с условием и сдали оружие, китайцы сразу же арестовали их лидера Ильджана и его соратников. В ответ казахи дождались, когда ночью солдаты уснут, атаковали их с помощью топоров, лопат, камней и палок, убили весь отряд и освободили своих лидеров, после чего продолжили свой путь в сторону Тибета. После этого инцидента другие группы казахов, пребывавшие в Ганьцу, уже не могли там оставаться. Заив Тейджи со своими людьми решили мигрировать в Индию вслед за Элиджаном. Их караван вышел в сентябре 1939 года. Обе группы, периодически сталкиваясь с китайскими и тибетскими солдатами, все же встретились в районе Накчу в Тибете. Закаленные в боях казахи, однако не всегда выдерживали суровый климат высокогорного региона. Многие умерли от холода и нехватки кислорода, одним из них был лидер второй группы Заив Тейджи. После всех этих трудностей караван казахских переселенцев достиг границы с Британской Индией в сентябре 1940 года. Однако в новой стране они столкнулись с новыми проблемами. В частности, казахи столкнулись с дискриминацией в лагере беженцев Музафрабад, куда их поместили власти. Администрация лагеря обращалась с ними как с заключенными, не было достаточно еды и питья, а также средств гигиены. К ним добавился тропический климат региона, непривычный для казахов. В лагере вспыхнули эпидемии, из-за которых за время пребывания погибло около тысячи переселенцев. Индийским мусульманам пришлось вмешаться в эту тяжелую ситуацию и помочь своим братьям казахам. Лидер кашмирских мусульман Мохаммед Абдула, лидер мусульман Пинджаба Ришат Али Хан, предводитель мусульман города Карри Хабибулла Ислам Хан обратились к британским властям и добились того, чтобы казахи были вывезены из лагеря Музафрабад. Казахские беженцы после шесть месяцев беспокойной жизни в Музафрабаде наконец были переведены в лагерь Камфор в провинции Хазара на территории нынешнего Пакистана. Так как новое место их размещения было на территории, где обитало мусульманское население, переезд оказал на казахов очень яркое впечатление, затмевавшее весь тот негатив, который они испытали ранее. Местные жители, узнавшие, что казахстанских мухаджиров будут перевозить в Камфор, выстроились вдоль дорог с цветами и угощениями. Хоть лагерь Камфор был лучше прежнего, но и здесь продолжились болезни и эпидемии, в ходе которых за день могли умереть десятки людей. Год спустя британская администрация предоставила казахам официальный статус беженцев, с которым они могли покинуть лагерь и поселиться там, где захотят. Но вместе с тем у казахских переселенцев не было ни работы, ни денег. Местные мусульмане и здесь не оставили своих братьев на произвол судьбы. Они добились от властей бесплатного проезда в общественном транспорте для казахских беженцев и начали кампанию по строительству для них массового жилья. Эта кампания нашла отклик и у региональных мусульманских лидеров. Низам Хайдарабада Асав Джах VII, являвшийся мужем Дюрю Шихвар Султан, дочери последнего османского халифа Абдул-Меджида II, приехал в лагерь Камфор и предложил казахам кров и работу, но Хайдарабад был одним из самых жарких регионов страны. Тогда Асав Джах VII отправил к казахам Низама Пхопала Хамедулу хана с аналогичным предложением. Пхопал, в отличие от Хайдарабада, был более умеренным с точки зрения климата, и группа из 500 казахов во главе с Османом Тейджи поселилась там, основав кварталы Казакабат. Остальные казахи расселились в таких городах, как Лахор, Пешавар, Ровалпинди и Таксила, и занялись торговлей, часть казахов поселилась в горах Кашмира. Казахи обжились в Индии и Пакистане и прожили там в спокойствии и безопасности целое десятилетие с 40-й по 50-й год. Поддержка местного мусульманского населения грела их сердце, но все же казахские мухаджиры не чувствовали себя комфортно в Индии и Пакистане из-за чуждых им языка и культуры. По этой причине в ходе обсуждений и размышлений казахская диаспора приняла решение мигрировать в Турцию, в которой преобладает тюрко-мусульманское население с близкими казахам языком и культурой. Обретя покой от притеснений, они стали думать о будущем и хотели, чтобы их потомки не потеряли не только свою веру, но и культуру, идентичность язык. С этого решения начался четвертый этап миграции казахов – переселенческое движение в Турцию. Казахи освоились в Индии и Пакистане и заручились поддержкой местных мусульман. Но они не чувствовали там себя комфортно из-за разницы в языке и культуре. Поэтому все их желания сводились к тому, чтобы мигрировать в родственную, братскую Турцию. Как мы упомянул в прошлой части, казахские мухаджиры нашли в Британской Индии долгожданный покой и безопасность. Однако, достигнув своей цели, казахские мухаджиры столкнулись с новой проблемой. Дело в том, что индийская культура, индийские языки были во многом чуждыми для этого тюркского народа, потому они постоянно боролись с вопросами интеграции и идентичности. Это породило среди казахов-переселенцев движение переезда в Турцию. Так, казахи Индии после окончания Второй мировой войны обратились в посольство Турции и передали свою просьбу об иммиграции. Однако, хотя Турция по сути и не участвовала в войне, она все же еще не сумела избавиться от бед того периода. Данный факт стал причиной того, что Турция отклонила эту просьбу на том основании, что принять новых беженцев было невозможно. После разделения Британской Индии на Пакистан и Индию в 1947 году и обретения ими независимости желание казахов покинуть неспокойный регион только усилилось. Так, лидеры казахской общины встретились и решили создать ассоциацию, дабы повторить прошение об иммиграции в Турцию и продемонстрировать единство и солидарность общины в этом вопросе. Уже в 1949 году в городе Пешавар была создана Восточно-Туркестанская Ассоциация Казахских Мухаджиров. Как только общество было создано, первым делом был составлен список казахов, проживающих в разных городах Пакистана. Позже, в феврале 1950 года, этот список и повторное прошение о переселении были переданы послу Турции в Пакистане Нибилюбату. Через год из Анкары пришел положительный ответ на эту просьбу. В ответном письме было указано, что казахов примут в качестве оседлых иммигрантов в Турции, но им придется подождать некоторое время, пока завершится бюрократическая процедура. Между тем в 1950 году в Кашмир стала прибывать новая волна казахских переселенцев из Восточного Туркестана во главе с Алибеком Хакимом, Дилилханом Джиналтаем, Хусейном Тейджи и Султаном Шерифом Тейджи. С ними были также уйгурские группы во главе с Исой Юсуфом Альптыкином и Мехметом Эмином Бугра. Все они бежали, не желая подчиняться новым коммунистическим властям Китая во главе с Маацедуном, установившим свою власть в регионе в 1949 году. Эти группы прибыли практически тем же путем, что и те, о которых было рассказано в первой части, из Восточного Туркестана через Тибет в Кашмир, сталкиваясь с тибетскими и китайскими военными и в конечном итоге перейдя индийскую границу. Переселение в Турцию. Когда лидеры уйгурских переселенцев Альптыкин и Бугра отправились в Анкару в 1951 году, они ускорили прием этих заявителей в Турцию в качестве иммигрантов. Решением Совета министров, созванного под председательством премьер-министра Однана Мендереса 13 марта 1952 года, Казахи Пакистана, Индии и Кашмира были официально приняты в Турции в качестве оседлых иммигрантов. С сентября 1952 по апрель 1954 года казахи группами начали прибывать в Турцию. Сначала их поселили в иммигрантских пансионах Стамбула в районах Зитинбурну, Тузла и Серкеджи. Позже они поселились в селениях Салихлы, Девили, Алтай, Аксарай и Исмиль. Со временем финансовые трудности в сельской местности заставили их мигрировать обратно в Стамбул, в район Зитинбурну, место их первого поселения в Турции. Точное первоначальное количество казахов, переселившихся из предгорий Алтайских гор, за пределы Китая неизвестно. На этот счет делаются разные оценки, в пределах от 18 тысяч до 50 тысяч. Число тех, кто выжил и добрался до Турции, составляет всего 1850 человек. Это означает, что только один из каждых десяти казахов смог достичь цели при самой оптимистичной оценке. Это тяжелое переселение, которое было совершено с целью жить свободно, сохранить свою веру и национальную идентичность, стоило крови десятков тысяч казахов. Заключение. Мы рассмотрели в этих видео две волны переселения казахов в Турцию. Первая волна явилась результатом миграции казахов из Баркольского, Кумульского и Алтайского районов восточного Туркестана Гаминдановской Китайской республики при националистическом режиме Чанкайши. Это переселение, начавшееся в середине 1930-х годов, растянулось на 17 лет и проходило через провинцию Ганьсу, Тибет, Индию и Пакистан, конечной точкой его стала Турция. Вторая волна началась после революции Маацзэдуна в 1949 году, потому что часть казахов не приняли новый коммунистический режим в Китае. Эти два миграционных движения показали дисциплинированность и стройную общественную структуру казахов восточного Туркестана, а также их приверженность традициям кочевого казахского общества и религиозным ценностям. В этом отношении это переселение является последним из массовых переселений тюрков из Азии в Европу. Хотя была и обозначаемая доктором Абдул-Вахапамкара третья волна казахского переселения из Афганистана, всё же этот процесс не был единовременным и коллективным, это скорее было индивидуальное переселение. Тот факт, что эти две волны эмиграции выбрали Турцию в качестве конечной страны пребывания, не является случайным, а напротив, является их осознанным выбором. Потому что их целью было создать среду, в которой они не будут чувствовать себя отчуждёнными, а их будущие поколения не потеряют свою национальную и религиозную идентичность. Для этих целей Турция, которая имеет общие с казахами корни в плане языка, религии, культуры и истории, являлась, наверное, безальтернативным вариантом. После обретения Казахстаном независимости некоторые казахские семьи стали возвращаться на родину в рамках особой казахстанской иммиграционной политики «возвращение соотечественников», число которых достигает 5 миллионов. Турецкие казахи чтят память о Днана Мендереса, они благодарны Турции, а также очень гордятся тем, что Турция – первая страна, признавшая независимость Казахстана.